Привет, так случилось, что беспроводные колонки не частые гости на моем канале. За все время обзоров на подобные девайсы было от силы штуки 4. Но сегодняшнюю штуковину я хотел заказать довольно давно, когда она продавалась еще в первом поколении, но так в итоге и не купил. А когда уже было собрался, оказалось, что вышла вторая генерация, с этой уже медлить не стал. И вот по итогу она у меня. Уже почти месяц я ей успешно пользуюсь и могу сказать, что колонка оправдала все мои ожидания. Купил я ее для собственных нужд, в основном для дачи, чтобы работать было не скучно, да и шашлычок пожарить. Помимо всего прочего в планах было брать ее с собой в какие-нибудь поездки. Не так давно, кстати, я катал ее в небольшую поездку в Рязань и моим друзьям звук с нее понравился. Поставляется Soundcore Flare 2 в прямоугольной картонной коробке, которая облачена в красочную обложку. Внутри в пластиковой проставке лежит сама колонка, а также небольшая коробка, которая содержит брошюру с инструкцией и гарантийным талоном, и коротенький кабель для зарядки с интерфейсом Type-C. Сам девайс имеет форму некого усеченного конуса, в нижний и верхний торец которого установлена кольцевая RGB-подсветка. Сценарии ее свечения, да их здесь несколько, можно менять с самой колонки посредством отдельной кнопки, а также из фирменного приложения, но до него мы еще доберемся. Габаритные размеры устройства следующие. Верхний диаметр получается 75 мм, нижний – 88 мм, а общая высота составляет порядка 160 мм. По крайней мере моего штангенциркуля на всю высоту немного не хватило, раздвигается он максимум на 156 мм. Реальный вес устройства 604 грамма, и здесь также возможностей моих весов для обычных измерений не хватило, пришлось прибегнуть к небольшой гирке на 50 грамм. Вся наружная поверхность колонки по периметру обтянута плотной акустической тканью. Спереди установлен шильдик с логотипом Soundcore, а сзади в отдельной вертикальной вставке расположены две кнопки быстрого сопряжения по Bluetooth и активации супер баса. Чуть ниже за силиконовой заглушкой скрывается разъем питания. И вот непосредственно сама заглушка на этом разъеме, а также силиконно-резиновое покрытие кнопок управления здесь не случайно. Колонка имеет влагозащиту по классу IPX7, то есть в принципе ее с легкостью можно использовать в дождь и даже в ливень, а также ненадолго погружать воду на полуметровую глубину. А вот про защиту от пыли производитель немного подзабыл, так что взяв ее на пляж, лучше в песке сильно не валять, ведь класс защиты от пыли точно неизвестен, за него должна отвечать цифра от 1 до 6, а у нас в маркировке стоит X. Одной из ключевых особенностей данной модели является расположение звуковых элементов. Дело все в том, что система состоит из двух излучателей по 10 ватт, направленных в разные стороны, что в свою очередь обеспечивает равномерное звучание на 360 градусов. И вот я могу с уверенностью сказать, что заявленный эффект покрытия звуком работает замечательно. Для такой малышки громкость и качество звука по всем направлениям может только радовать и одновременно с этим удивлять. Правда здесь признаюсь сразу, что в обычном режиме я музыку почти не слушал. Просто как только ты включаешь басовую надстройку специальной кнопкой, обычный звук становится уже каким-то не таким. А вот с усилением баса колонка качает нереально круто как на улице, так и в помещении. Разумеется все в пределах заявленной мощности, ни о каком open air здесь речи не идет. И тем не менее, даже на максимальной громкости колонка не захлебывается и не свистит. Музыку проигрывает чисто, с хорошим таким напором. Как я уже подметил, для огромного поля ее максимума возможно будет недостаточно. А вот где-то на природе, у мангала или в беседке исходящего звука более чем хватает. В особенности в большой компании, когда музыка нужна только фоном, этой малышке будет вполне достаточно для создания атмосферы. Колонкой можно управлять через фирменное приложение Soundcore, которое доступно для скачивания в Google Play Маркете. Помимо управления функциями мультимедиа, в программе имеется несколько пресетов на звук, а также встроенный эквалайзер с ручными настройками. Так что при необходимости можно выбрать что-то готовое или подкрутить звучание под себя. Но лично меня стоковый звук более чем устроил. Помимо всего прочего, как я говорил в самом начале, отсюда же возможно управлять встроенной подсветкой. Для выбора доступно 5 сценариев с различной пульсацией. К слову сказать, мерцания и переливы в ней происходят не просто так, а в такт музыке, что в свою очередь в более темное время суток выглядит довольно эффектно. Если говорить в целом, то элементов для настройки и функций управления в приложении не так много. Разобраться сможет даже ребенок. Все просто и интуитивно понятно, а главное по-русски. В колонке установлен аккумуляторный блок на 5200 мАч и заряжается все это дело от 0 до 100% порядка 4 часов при использовании блока на 2 А и 5 В. Производителям заявлена автономность в 12 часов, но при использовании в обычном режиме, без бас-буста. С ним, разумеется, колонка будет жить меньше. Опираясь на свой недолгий опыт эксплуатации, скажу так. От 100% до нуля за все это время я ее никогда не высаживал. Максимально она отыгрывала в районе 4-5 часов на природе на половине своей громкости. И вот за это время она съедала заряда примерно на 20-25%, иногда чуть больше. Не думаю, что 12 часов на максималках она выдержит, особенно с усилением баса, но часов на 6-7 рассчитывать вполне возможно. Еще одной интересной особенностью модели является функция объединения двух и более таких колонок в так называемую стереопару. Хотя когда соединяется больше двух, то это парой уже не назвать, но думаю принцип примерно понятен. Разумеется, данная опция не нова, многие производители уже давно активно ее используют. Но тем не менее интерес здесь представляет другая фишка. Для этой модели заявлена возможность сопряжения между собой более 100 единиц одновременно. Ты только представь, 100 колонок могут играть от одного источника. Я конечно с трудом себе представляю весь масштаб этого акустического безумства, однако на одном зарубежном техноканале Linus Tech данную опцию проверяли и это реально работает. Что же касается непосредственно меня, то теперь есть большая вероятность того, что вторую такую штуку я себе скорее всего прикуплю. Уж очень эта колонка мне зашла. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что своей покупкой я очень доволен. Это первая моя колонка от Anker и мне она дико нравится, как по внешнему виду и дизайну, удобству использования и транспортировки, так и по своему бодрому звучанию. Данный девайс обошелся мне в 52 доллара, что примерно составило 3800 рублей по нынешнему курсу. Это была цена с купоном Алиэкспресса на 25 июня 2021 года. А вот покупать для тебя такую штуку или нет, решать разумеется только тебе. Я свой выбор уже сделал и мои ожидания полностью оправдались. Ну а на сегодня у меня все, спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.